Всем доброго дня! Продолжение того видео, где мы переделывали двигатель САИС-55 на МАХАВ Пишут люди много всякого нехорошего Что вообще это не запустится, что вы бракоделы и так далее Во многих видео там авторы говорят Вам с дивана виднее, как все это будет А вот как у нас по факту Смотрите, ну вообще МАХАВ считается довольно надежной машиной И двигатель в том числе Все ее агрегаты, полный привод, та же коробка, шестиступка То есть все прекрасно работает, вопросов нет Но бывают случаи, когда все же он ломается Мотор на Киа МАХАВ починить очень дорого, я бы сказал Не сложно, починить дорого В нашем случае мы бы его починили, если нужно было бы сменить Если бы у нас сам блок коренной шейки остались бы целые, не разбитые Мы бы туда, да, поставили масляный насос, комплект цепей Обязательно, как вот многие МАХАВ приезжают И они говорят, что после капремонта происходят непонятные какие-то звуки Я сразу спрашиваю документы на ремонт Какие запчасти были И очень часто не меняют гидронатяжители Не меняют гидрокомпенсаторы Давайте так, вот смотрите Это мое чисто мнение Все места, куда может попасть стружка И оттуда уже практически не может выйти Такие вещи, как теплообменник Гидронатяжители, они с клапанами Гидрокомпенсаторы Масляные форсунки Масляный насос То есть вот эти все вещи Обязательно подлежат при капремонте на выброс Неважно, как они работают, чего Если они будут работать, то недолго То есть там есть износ Если раньше те же запчасти, клапана, гидрокомпенсаторы Гидронатяжители можно было разобрать Там что-то помыть То теперь этого нет То есть это одно целое на заводе Завальцованное сделано И мотор клиент, напомню, искал сам Мы тоже стали искать, мотор они не нашли Вообще в целом найти контрактный двигатель Очень хороший То есть чтобы был чистый и надежный То есть не вскрывался Очень сложно Для этого нужен опыт То есть мы запрашиваем То есть фото, запрашиваем, чтобы нам сняли поддон Потом он приходит, мы еще раз его осматриваем Здесь уже, вот как приходил первый Мы отказались И вот уже пришел второй И только лишь тогда мы его берем И даем гарантию уже, можно сказать, клиенту Что он будет работать долго и счастливо Так вот, этот мотор от АИС-55 стоит здесь И вы сейчас услышите и увидите его Главное отличие Если вы смотрели предыдущее видео Это оранжевая краска То есть на форсунках и везде Да, давай-ка подоткроем А, блин Автомобиль стоит На сдачу То есть его уже сдаем Сегодня Завели еще вчера Все проверили По максимуму Все я здесь Помыл, почистил Все как всегда То есть даже крепление Декоративной крышки приходится переставлять То есть опоры под крышку Как в коллекторе Вот в впускном коллекторе Как АИС-55, так и Махав Есть специальные отверстия То есть под них Куда все это прикручивается То есть сложности поставить двигатель Переделать вообще никаких нет Видим, да? Оранжевая краска наша Также была розовая там присутствовала Это от старого Детали от старого контрактного двигателя Потому что тот первый хозяин Который был в первой комплектности Сломался Он валялся Его кидали, кидали в гараже И он вот как Мячик встал весь в круг То есть там сломано все Сразу вот смотрите Момент То есть двигатели очень-очень чисто Было То есть масло сейчас залили На щупу его там практически не видно Это очень хороший признак То есть масло вот Масло прозрачное Сейчас, как правило Полторы-две с половиной тысячи Машина катается Приезжает Меняем масло Делаем осмотр Конечный Хотя уже есть рекомендации На этом контрактном двигателе Был сгоревший блок управления свечей накала Я его сразу поставил старый И блок управления показал мне Что свечи накала Второй, четвертый, шестой Не работают То есть обрыв Свечи нам сейчас накала не нужны В летнее время То есть сейчас у нас Гарантийный период Мы его сейчас проходим Сперва И потом уже Ближе к осени Можем сменить свечи Здесь это не проблема Также выяснилось Заправили кондиционер Радиаторы были все забиты Помыли Не работает вентилятор кондиционера Это все укажется В рекомендациях То есть так же все по низу И я вам так скажу Он работает как новый То есть прям Просто супер Ну вот как-то так Да, когда мы ставим контрактный двигатель Первые пару часов Мы будем слышать Возможно шумить цепь Гидрокомпенсаторы Они за время стоянки Спускают То есть им нужно прокачаться Набрать масло То есть нужно время И вот только через пару часов Начинает мотор работать Как положено Потом мы уже делаем Какие-то диагностики То есть компьютерные При замене Допустим Так же у нас меняется турбина Адаптация У нас есть в диагностике Ряд моментов Где мы проводим адаптацию Если такие как Замена регулятора Датчика давления Допустим датчика расхода воздуха Старая мы не делаем Замена турбины Много было случаев При установке Мы ставим Машина работает Неправильно Некорректно Сбрасываем старые настройки Которые он запомнил И заново все Обновляется Да После того как мы все скинули Необходимо проехать Поработать И все становится нормой Ну вот в принципе И все Этот вот как бы Тот момент Когда Смотрите Ну такие прям Наглядные моменты То есть я уже говорил Двигатель На АХ-55 Он Менее нагруженный Даже Это первое Второе Люди на том же АХ-55 Они не ездят По таким местам И не ездят В таком стиле Как ездят На этой машине То есть Нагрузки На двигатель Меньше Это во первых То есть от Самого владельца Во вторых Масса Масса То есть здесь рама у нас Там уже Не рамная То есть Да там полноприводный Но он гораздо легче И То есть Он больше сделан Для комфорта Поэтому люди там ездят И отдыхают А здесь надо залезть Надо дать И вот Иногда в редких случаях Мотор выходит из строя И так как Двигатель ломается Это во всех Моделях Так Когда мотор ломается Как Горячие Пирожки у нас Да Очень часто Часто их разбирают Тогда Запчасти идут В большом объеме С той же Кореи Делают какие-то аналоги Китай Или что-то еще И цена на запчасти падает Когда Машина не ломается И Она ходит И ходит И ходит Спроса нет Скорее Не заказывают То есть Если Заказывают То прям Конкретно Под клиента То есть С той же Кореи Проходят месяц Вот И поэтому Все это накручивается И выходит Все очень дорого Именно поэтому Капремонт Этого двигателя Довольно дорого Поэтому Так как у нас Можно сказать Не было Практически выбора Мы решили Поставить мотор От АХ55 И это не мы Первые сделали Это ребята В Челябинске Они же нам И подсказали У которых Мы брали двигатель Мотор Берем контрактный В основном У них Все вообще Прекрасно Шикарно Мало того Что Не каждый Не каждый Продавец Двигателя Даст Или Сделает Сам Вскроет Нам Допустим Клапанную крышку Вскроет нам Поддон Сделает Обзор То есть Полный Обзор Двигателя И отправляет И после этого То есть Согласован И берем Ну вот В принципе И все Отдаем Будет работать Бегать Но Следить Масло 7-9 тысяч Масло Здесь уже Так как Евро 4 Мы льем Не ДПФ А льем ЛС ЛС Да ЛС То есть Такая же Зелененькая Канистра Только ЛС Оно Дешевле А по факту Одно и то же Просто без Присадки Для сажевого фильтра Ну все Всем пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok